Привет! Меня зовут Кизема Кришняна. Я приехал из Анголы. Мне 24 года. Я живу здесь в Краснодаре уже три года и несколько месяцев. Я учусь в Краснодарском государственном институте культуры. Я скрипач. Я на третьем курсе. Я хочу быть очень хорошим скрипачом, а также хочу работать преподавателем. Привет, Криштиан. Привет. Пообщаемся. Расскажи, как ты оказался в Краснодаре. Вот. В город, где я родился, есть одна школа, которая называется Капусок. Это школа, где дети учатся бесплатно. Я там учился. Я даже скрипка, костюм, я все. Это музыкальная школа. Это музыкальная школа, да. И появилась возможность учиться в России. Я принял. Я очень сильно хотел учиться здесь тоже, в России. И вот, все было прекрасно. Я сегодня здесь. Со скольки лет ты учился в музыкальной школе и вот до момента, когда тебя пригласили в Россию? С девять, по-моему. С девяти, да? Да, с девяти. С девяти, да. То есть ты уже больше 15 лет играешь на музыкальной инструменте? Да. Почему в России? Чем привлекательно обучение на музыканта здесь? Вот. У нас, то есть, программные, то есть государственные программы. Они нам отправили сюда. Мне очень нравится Россия. Мой любимый скрипаж, он тоже из России. Да? Кто это? Меня зовут Максим Венгеров. Да, он очень хороший. Очень хороший скрипаж. Как он играет, как он рассказывает на скрипке. Это просто нереально. Он очень хорошо играет. Ну, у тебя, в принципе, необычная профессия, да. Музыканты, ну, даже есть фильмы, мультики про то, как люди мечтают быть музыкантами, а им говорят, возьми нормальную, выбери нормальную профессию. Да. Вот чем ты хочешь заниматься в плане музыки, то есть скрипач? Не на улице же играть, шляпу собирать. Конечно. Это… В Анголе есть такая проблема. Если ты собираешь, ты скажешь, папа, я собираюсь быть музыкантом. Конечно, он будет говорить, что это не источник дохода, это не серьезная профессия. То есть, ну, я, слава Богу, у меня хорошие родители. Она меня поддерживает. И вот. Это все, что мне надо. Это моя любимая профессия. Мне очень нравится. Я хочу быть преподавателем. Хочу играть в оркестр. Хочу быть солистом. Хочу участвовать в своем мире. Быть звездой. Да. Смотри, как я вижу, тебе очень везло в жизни. Это классно. Тебе помогали, поддерживали родители. Тебе помогает государство. Да. Она тебя сюда отправила. Что ты сделал? Вот. Как ты готовился? Какие документы собирал? Экзамены? Не знаешь, просто вот что везет. Просто везет по жизни. Вот. Я вырос в этом музыкальной школе. Они уже мне знали, знали, как я играю. Я был в концерт вместе, потому что у нас тоже есть оркестр. Мы участвовали по своему миру практически. Я уже был в Италии, в Испании, в Японии, в Португалии. Да. И вот. Может быть, благодаря этому я сейчас здесь. Может быть, это твой путь, твоя судьба? Да. Это был мой путь. Я даже не участвовал в конкурсе, чтобы поступать. Они просто выбирали меня и я здесь. Италии, в Испании, в Португалии, в Японии, в России, в Испании, в Португалии. Все такие горячие страны и ты в холодной России. Даже сейчас мы на юге России, в теплом Краснодаре, все равно холодно. Да. Как тебе здесь живется? Вот. В чем особенность? Здесь я сейчас могу сказать, что здесь хорошая погода, здесь тепло. Но когда я здесь приехал, было ужасно. Было очень холодно для меня. Очень холодно. Да. Потому что я уже знал, что Россия – это очень холодная страна. Потому что в телевизор, в интернете мы все видим, люди в куртках ходят на улице. Ну, в Якутии минус 50. Ну, да. Это сложно. Но я сейчас чуть-чуть привык. Но если я поеду в Москве, я не знаю, как будет. Там очень холодно. Ты боишься русской зимы? Да, конечно. Есть много стереотипов про любые национальности. Вот какие ты слышал стереотипы о русских до приезда? И что подтвердилось или, наоборот, полный предок? Вот. Когда я здесь приехал, мне показалось, что русские люди, они очень закрыты. Я не знаю, почему. Очень закрыты. Может быть, из-за того, что здесь холодно. Потому что холодно. Да. Как только ты приедешь в Анголию, ты уже чувствуешь другую атмосферу. Все разговаривают, как будто все друг друга знают. А здесь нет. Было очень странно. Но я знаю, что это не совсем правда, потому что у меня есть уже друзья. Я знаю, что они хорошие, они симпатические. Вот. Просто сначала держат все на расстоянии, да? Да, да. Что ты знаешь про русские праздники? Праздник я знаю. Масленицу, где все кушают блины. Да. Вы пробовали уже отмечать масленицу? Да, уже. То есть ты знаешь русские блины? Ну да, я знаю. Вкусно. Вкусно? Да. С чем лучше блины? С вареньем или с икрой? С вареньем, по-моему. Ну, мне нравится с молоком с сахаром. О, ты русский уже, все. Если это смущенка, да, молоком сахаром? Да, да. Понятно, ты уже наш. Что еще, может быть, тебя пугает помимо холода? Бывали вообще, может быть, какие-то, ну, ситуации агрессивные, как-то тебя не так воспринимали? Слава богу, нет. Я считаю, что здесь очень, то есть, безопасная страна. Да, здесь ты можешь ходить, гулять в любое время, даже в ночи, все хорошо. А у вас на родине? У нас нет. Вашу папа? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Никак здесь, конечно. То есть лучше мне в Анголу не ехать путешествовать? Нет, ты можешь, там очень красиво, ну, просто надо быть осторожнее. Есть места, которые не очень хорошо. Криштиан, расскажи, сколько языков иностранных ты знаешь? Я знаю чуть-чуть английский и русский тоже. А родной у тебя португальский? Португальский язык, да. Вы дома разговариваете с семьей на? На португальском, но мой папа, родители тоже диалеки разговаривали. Местный диалек? Да. Русский язык. Я знаю, что он очень сложный, даже для самих русскоязычных людей, потому что это достаточно сложный язык в плане грамоты. Как ты его учил? Это смешная история. Я приехал сюда, даже привет я не знаю. Но я был на подготовке, на факультете здесь. Я учил 6 месяцев. И мне проходило очень хорошо. И я сейчас могу говорить на русском благодаря моим коллегам, преподавателям, потому что они всегда меня исправляют, когда я делаю ошибки. Ну и вот. Вот мне очень интересно первый твой месяц-два жизни здесь, потому что как сходить в магазин, например, не знаю русского языка? Как заказать такси? Как это вообще? Твои первые часы нахождения в России, как они проходили без абсолютного знания языка? С переводчиком. Онлайн? Да. Все так пользуются? Чем ты занимаешься помимо учебы? Вот твой обычный день. Из чего он состоит? Я провожу мое время играя на скрипке. Я очень много занимаюсь. Четыре часа каждый день. Четыре часа? Да, это много. Я занимаюсь, иногда отдыхаю чуть-чуть дома. Мне нравится быть дома. У меня есть хобби тоже. Я играю в футбол, играю в Xbox тоже. И вот так. Мне нравится быть дома с друзьями. Всего хватает? Да. Футбол, вы занимаетесь здесь? Да, здесь. С университета? Ребята? Да, с другими иностранными студентами. Иностранная команда у вас такая? Да, у нас есть. А может быть вы ходили на футбол городской? Нет. Может быть знаешь городские команды? Нет, я еще не родился. Почему? Ну я не знаю. Может быть время? Нет. У нас очень хорошая команда. Я не знаю, почему ты еще не был, не следил. Расскажи, чего тебе возможно не хватает здесь в плане питания? Чем ты питаешься здесь? Какие продукты русские тебе нравятся, не нравятся? И чего тебе не хватает? Гречка мне нравится. Мне очень нравится. Гречка. Борщ. Салат в любви. Да. Ну я сам готовлю. Ты сам готовишь борщ? Нет, не борщ. Это было бы интересно. Рисы, макароны, мясо. Студенческие. А какое блюдо вот, может быть у вас есть там семейное любимое блюдо, которое ты часто готовишь? Называется фейжуада. Это рис, фасол с мясом. Да. Это очень вкусно. Это очень сытно, мне кажется, да? Ну да. Это такая тяжелая пища. И вкусная, да. Много энергии. А откуда ты попробовал борщ, оливье, это наше блюдо? Где ты их пробовал? В ресторане, тоже в детском институте. У вас, может быть, проходят вечера какие-то обмена культуры? Да, иногда. Соседки по комнатам. Да, иногда в госу тоже, да. Вообще, вы живете смешано очень. Я знаю, что у вас на этаже и русские девочки, и из Монголии, и из Африки. Да. Вот как вы взаимодействуете, как вы живете все вместе? Какие-то бывают моменты обмена культурой, какие-то праздники? Обмена культуры в начале, да, но сейчас не очень, потому что у меня есть некоторые друзья, не очень много. Некоторые? Да, некоторые. И они не здесь живут. А с иностранными студентами других университетов ты общаешься? Да, да, тоже, да. Из Эквадора, из Парагуа, Аргентины. Как вы находите друг друга? У вас, может, там есть чатики иностранцев, кто приехал? Нет, лично, лично. Просто знакомитесь. Да. Криштиан, продолжим тему русского языка. Я всем задаю этот вопрос. Три самых сложных слова для тебя? Ну, самое сложное, наверное, впечатление. Впечатление? Да. Подготовить он на факультет, это, конечно, было очень сложно. И надо было час договорить. Да, да, надо час договорить. И я не могу, помню, сейчас. Опять на двух мы остановились. Хорошо. Почему-то сложно найти три, хотя говорят, что русский не сложно, но как просишь придумать сложное слово, сразу все, ступор. Значит, вы уже знаете хорошо язык. С какими сложностями, с трудностями ты еще сталкивался здесь во время учебы? Вот насколько легко вообще или сложно, понятно и непонятно учиться музыке на русском? Конечно, самое трудное сначала – это язык. Это в первую очередь, конечно. Потому что очень трудный язык. Надо всегда учить. Требуется много времени. Языковой барьер очень быстро был преодолен. Мы очень быстро нашли общий язык. Уже без переводчика мы со всеми общаемся. Проблем нет никаких. Такие же дети, как и наши. Есть, конечно, небольшие различия, потому что у них нет тех предметов, которые у нас есть. В музыкальной школе, в музыкальном училище. Потом они меньше учатся, больше играют на слух. Поэтому с ними приходится еще заниматься теорией, некоторыми вещами типа гармонии, сольфежо, чтобы каким-то образом их подтянуть к нашим студентам. Хотя по таланту многие дети, кстати, очень хорошие. Они очень хорошо слышат, они очень хорошо поддаются. На уроке трудно, конечно. Я обычно заранее получаю все программы. То есть я учу на каникулы, в ходу. То есть первый день учебы я уже все играю. Ты знаешь все, что тебе понадобится? Потому что я с моим преподавателем, мы просто занимаемся, то есть как ты будешь стоять на сцене. То есть если ты артист, тебе надо показать что-то свое. Тебе надо, то есть что ты чувствуешь, ты должен это показать. Я был очень квадратный. То есть да. Что это значит? Насчет музыки. То есть музыка это не просто одна линия. Вот так. С начала до конца. В музыке есть много вариаций. То есть тип. Это фантазия. Музыка это просто фантазия. Тебе надо показать что ты чувствуешь. И надо создать иногда свою историю. Это известно. Все знают, что композитор уже все написал. Он написал, что тебе надо играть вот так, вот так, вот так. Пиано, фортисно, так решение. Дольше. Ничего не понимаю. Что-то на музыкальном. Это не хватает. Тебе надо добавить что-то свое. И для меня это сложно. Это сложно показать это на сцене. И я на это работаю с моей работой. Мы же прекрасно понимаем, что обучив их здесь, они поедут к себе и будут хорошо учить там. И они как раз там создадут ту среду, которая потом будет очень хорошо, тонко чувствовать музыку. Понимаете? И они как раз принесут вот нашу культуру туда. Это тоже важно. Понимаете, русская культура, русский язык придет в ангол. Это дорогого стоит. Потому что они потом же будут говорить, у кого они учились, где они учились, как их учили. Понимаете? И мы стараемся сделать так, чтобы они не пожалели о том, что они приехали в Россию учиться. По-моему, мы хорошо делаем свое дело. Обучение в России стоило переезжать сюда? Либо, может быть, надо было оставаться на родине и там становиться… Нет, здесь, конечно, другой уровень. Разница очень большая. Очень большая. Не просто практика, но теория тоже. Здесь тебе надо всегда аргументировать что-то на уровне. Тебе надо всегда быть готовым. Да. Ну и русские классические музыканты, композиторы? Это тоже надо знать. Например, мой любимый концерт – это концерт Чайковский. Я очень сильно хочу его играть. Да. Но этот концерт уже, то есть, играются как традиция. Тебе надо думать как русский. И я иностранец. Это очень сложно. Это сложный концерт. Не только для техники, но для стиля, интерпретации. Да. Мне надо много работать на это. У нас возникает вот как раз культурная проблема, потому что разные отношения к жизни и вообще в музыкальном плане разные отношения к тому, какая эпоха и какой композитор написал произведения. Потому что они все-таки воспитаны на африканской культуре, которая танцевальная. Они очень многие не могут петь. И мы их этому учим, потому что русская культура как раз построена на пении. И с большим трудом, но они этому учатся. Они пытаются это постичь, потому что мы об этом говорим. Играешь немецкую музыку, ты должен мыслить как немец. Если ты играешь русскую музыку, ты должен мыслить как русский человек. Потому что наши распевные мелодии, наши эти огромные, да, просторы, которые навевают музыку того же Рахманинова, да, потому что это большие объемы, красивые мелодии. И они должны их уметь пропевать. Твои товарищи по музыкальной школе с Анголы спрашивают, интересуются, как здесь учиться, задумываются ли тоже приезжать? Да, конечно, все хотят быть здесь тоже. Но я всегда говорю, что сначала надо учить русский язык, надо пытаться общаться с другими людьми на русском языке. И самое главное, что не забывайте от своей мечты. И в Киеве будет это только зависит от вас. Это мой совет. Ты уже на третьем курсе, первокурсники приезжают, такие же ребята с Анголы, я думаю, из твоего же города. Ты их оберегаешь, ты им подсказываешь или выживайте сами? Нет, я помогаю обычно. Я помогаю, когда, например, здесь первая точка, первая контрольная точка, это техника подготовки. То есть для нас это самый трудный предмет. И обычно мы нехорошо играем. И все, все понимают, как мы рассказываем друг другу. Так сложно играть на скрипку. Почему меня не получаются? Почему мы такие? Мы друг другу помогаем, продолжим. Они практически все сначала приезжают и думают, что они умеют что-то. Потом постепенно идет такая тенденция, что они начинают понимать, что они мало что умеют. А чем больше они начинают узнавать, тем больше они понимают, что они вообще ничего не умеют. И вот мы начинаем таким образом сначала объяснять, рассказывать, заниматься с ними. Ну, они очень быстро, они очень хваткие, они очень быстро все понимают. Криштиану за три года сделал огромные шаги. Потому что он, в принципе, сейчас уже готовый музыкант, готовый скрипач. Но вы знаете, конечно, он чем хорош, он понимает, что он очень мало знает. И он постоянно, постоянно пытается свои знания улучшить. Как можно больше читать, как можно больше слушать, он молодец. Вообще не все молодцы. Когда закончишь обучение, какие планы? Это очень... То есть это большой вопрос для меня. Я пока не знаю, но я очень сильно хочу продолжать учиться здесь, в России, на магистратуре. Тоже хочу играть в оркестре, то есть работать и жить как настоящий музыкант. Я это очень сильно хочу. И тоже я хочу открыть свою музыкальную школу в городе, где я родился. Это одна из моих мечтаний, да. И не знаю, хочу открыть какой-то социальный проект, в котором я могу помогать другим людям в Ванголе. То есть твоя миссия — это развивать путь профессиональных музыкантов в Ванголе? Да. Я тебе желаю успеха, потому что удача уже на твоей стороне. Я почему-то не сомневаюсь, что у тебя это получится. Благодарю тебя за разговор и прошу напоследок дать советы таким же первокурсникам, иностранцам, которые приезжают сюда, в Краснодар. Что им делать, как им жить? Очень сильно хочу поблагодарить моего хорошего преподавателя. Ильяна Юновна, то есть вискомнатель Елена Юновна, она мне очень помогает. Для меня это очень важно, когда твоя преподаватель верит тебе. Для меня это в первую очередь очень важно. И она очень мне помогает. Насчет музыки и не только. Поэтому я очень рад, что она нам надо подавать. Да. Спасибо большое для меня. Не сдавайтесь. Все зависит от вас. Какие вы будете, это только зависит от вас. Самое главное это мечтать. Мечтать это бесплатно. По-русски говоря.